Орел А вот самый яркий торжественный момент – церемония открытия. А это кульминация. Соревнования проводились под эгидой Международной федерации школьного спорта, Международной федерации самбо и общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» и при поддержке Минспорта. Участников и гостей соревнований приветствовала заместитель министра Марина Томилова. Хочется пожелать всем участникам, конечно же, результативной трудовой деятельности на ковре, максимальных побед и, конечно же, дружбы между собой. Наверное, это одна из главных задач нашего первого чемпионата мира по самбо среди школьников. Отдельные слова благодарности от Минспорта России от комитета хочется передать непосредственно большой, то есть неприимной команде под руководством исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича. И хочется, конечно же, еще отдельные слова благодарности сказать президенту Федерации школьного спорта спасибо огромное, что вы нам доверили проведение первого чемпионата мира. И мы действительно надеемся, что это не последнее международное соревнование среди школьников. Решение о проведении чемпионата мира по самбо среди школьников в Орле было принято Исполнительным комитетом Международной Федерации школьного спорта в 2016 году. Мы ответственно готовились к чемпионату и при поддержке наших партнеров Министерства образования и Минспорта России, уважаемого Рашида Гумарыча Нургалиева, по своей юности России и Федерации самбо приложили максимум усилий, чтобы он прошел на самом высоком уровне. Уверен, что чемпионат мира станет настоящим праздником спорта, надолго запомнится его участникам, организаторам и всем поклонникам самбо. И, конечно, мы сделали все, чтобы наши зарубежные гости могли ближе познакомиться с Россией, историей, традициями, обычаями. Получили удовольствие от пребывания в нашей гостеприимой стране и нашли здесь новых настоящих друзей. Мы верим, что первый чемпионат мира по самбо среди школьников станет достойным подарком всем любителям спорта и юбилейный год 80-летия создания борьбы с самбо. От души желаю всем участникам, организаторам и болельщикам крепкого здоровья, отличного настроения, прекрасных впечатлений и новых побед. С праздником вас! Для нас честь принять первые мировые соревнования среди школьников по самбо. Чемпионат мира – это вообще очень значимые соревнования. Высшие ступени – это, конечно, Олимпийские игры, но чемпионат мира среди школьников – это, прежде всего, конечно, дает возможность нашим российским спортсменам, а мы, родоначальники данного вида спорта, показать свою силу, показать свое мастерство. И, что самое важное, подружиться с многими федерациями мира, не только России, но и мира. Сегодня наши спортсмены показывают прекрасные результаты. У нас сегодня есть чемпионы мира и по дзюдо, и по самбо. Есть чемпионы России и чемпионы Европы. Соревнования прошли в рамках поручения президента России Владимира Путина, который рекомендовал развивать самбо на федеральном уровне. Глава государства обратился к участникам соревнований. Столь масштабные соревнования по самбо среди учащихся школ проводятся впервые в истории. Это яркое событие, которого ждали болельщики и любители единоборств, и, конечно, вы – главные герои этих состязаний. Знаю, подготовка к выступлениям такого уровня – всегда нелегкий труд. Она требует упорства, силы воли и характера, собранности и концентрации, поддержки родных, наставников и друзей. Наградой за высокую самоотдачу служит большой и очень полезный опыт, который позволит вам преодолеть новые вызовы и в спорте, и в жизни, а также получить признание и уважение окружающих. Без сомнения, чемпионат мира среди школьников станет значимым вкладом в продвижение идеалов и ценностей самбо. И здесь, в замечательном русском городе Орле, сделано все, чтобы создать гостеприимную и теплую атмосферу, помочь вам раскрыть таланты, в полной мере показать, на что вы способны. Желаю всем удачи и незабываемых впечатлений. В этом году отечественное единоборство празднует 80-летие. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ о развитии борьбы самбо, и это единоборство было признано официальным видом спорта. История самбо началась в 1923 году в Москве, когда энтузиасты из общества «Динамо» взялись за изучение национальных видов борьбы и самозащиты разных стран. К середине 30-х годов в СССР появилась своя система. Она стала новым видом самозащиты без оружия. Тогда самбо использовалось для подготовки сотрудников органов внутренних дел. Московский институт физической культуры заинтересовался единоборством в 1932 году, а как вид спорта самбо признали в СССР 6 лет спустя. Президент Международной федерации школьного спорта Лоран Петринко отметил высокий уровень организации чемпионата. Международная федерация школьного спорта очень впечатлена по многим пунктам. Во-первых, приемом гостей. Великолепный. Гостиница, еда, транспортное обслуживание. И таким уровнем организации мы очень поражены. Но также и со спортивной точки зрения это очень впечатляюще. Ребятишки, центр, судьи, медали. Организация довольно сложная для Всероссийской Федерации самбо. Вы можете быть уверены, что они прошли в лучших условиях и во многом благодаря духу России, духу всего вашего региона. Это по-настоящему удивительно. Вы видите всех этих детей. Церемония награждения поразительна. Дух образования и спорта – то, о чем я уже говорил. Принимать у себя соревнования такого уровня не только почетно, но и ответственно. Орел этот экзамен, по общему мнению, выдержал. Все довольны, особенно доволен президент Международного федерации школьного спорта. Мы сегодня с ним делали обход. Он сказал, да, здесь хорошо, и я готов здесь провести гемнезиаду семейную. Я думаю, что после этого проведения чемпионата мира он войдет в состав АСФ, как полноправный. Это вид спорта, который будет развиваться во всех странах, которые культируют в АСФ. занимаются спортом. Это 98 стран, плюс 12 стран, которые еще сейчас планируются ввести в АСФ. Самбо – это больше, чем борьба, это больше, чем вид спорта. Это, как сегодня уже было сказано высокими гостями, это философия, это школа жизни. Но в чем с того, что это национальный наш вид спорта, это наша гордость. Более того, те приемы, которые заложены в основе самбо, они являются основой для подготовки наших спецподразделений. Понимаете? И для меня лично самбо в определенный период моей жизни – это была вся моя жизнь. Я занимался и самбо, и дзюдо. Добился определенных скромных результатов, но тем не менее я отдал мне достаточно значительную свою часть жизни именно этому виду спорта. 23 августа, в первый соревновательный день чемпионата мира, были определены победители-призеры в пяти весовых категориях среди девушек и в пяти среди юношей. Всего в соревнования были включены 20 весовых категорий, по 10 у юношей и девушек. Спортсмены все сильные, конкурируют. Все схватки финальные, особенно наравне проходят. Минимальные пришли, чтобы люди выигрывают. Медали победителям вручили председатель объединения «Юность России» Алан Абаев, президент Всероссийской и Европейской Федерации Самбо Сергей Елисеев. Наш земляк – начальник оперативного управления МВД России, член попечительского совета Всероссийской Федерации Самбо Анатолий Якунин. Я являюсь членом попечительского совета Общественной Федерации Самбо России. И вот здорово то, что было принято решение провести первый чемпионат мира по самбо среди школьников именно в городе Орле. Важно не только то, что это моя родина, а важно то, что такие спортивные крупные мероприятия проводятся в субъектах Российской Федерации, а не только в Москве, потому что в Москве их и так много проходит. Нужно сегодня проводить именно субъекты для того, чтобы самбо, спорт развивался сегодня не только в крупных городах, но и в таких вот субъектах, как Орел. А от Орла пойдет и в районы Орловской области. Поэтому самбо будет идти снизу, с самого низу, с самых низов, с самых отдаленных районов. Вы понимаете, в чем важность этого вопроса. Но что касается сегодняшних мероприятий, все организовано на высшем уровне. Хотел бы пожелать участникам соревнований, конечно, побед, честной борьбы. Судьи, чтобы были беспристрастны, как они дали клятву сегодня, чтобы они этой клятвы придерживались. Поэтому желаю, чтобы чемпионат в Орле прошел на высочайшем уровне. Все зрители были довольны, родители были довольны. Среди обладателей наград спортсмены из Таджикистана, Кипра, Молдовы, Греции, Израиля, Монголии, Армении, Франции, Белоруссии. С кем сегодня поделишься своей радостью? Вот сейчас кому позвонишь? Конечно, папе и маме, семье. Они за меня болели. Большое спасибо за то, что отдали меня на самбо. Хочу занять первое место. У меня есть хорошая группа поддержки. И вот хочу, чтобы они порадовались за меня. Почему ты самбо выбрал? Почему любишь этот вид спорта? Ну, не знаю. Во-первых, русский вид спорта. И это дает уверенности на соревнованиях такого уровня. Медали в остальных пяти весовых категориях были разыграны 24 августа. Общее мнение участников и организаторов. Соревнования будут способствовать популяризации самбо в детско-юношеской и молодежной среде. А также выявлению талантливых и перспективных спортсменов. По официальным данным, сегодня 46 регионов включились в проект «Самбо в школу». Всего в России более 300 тысяч приверженцев единоборства. Правила и принципы которого разработаны в нашей стране. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, Телеканал Первый областной.